Ночью группа милицейского спецназа проникла на крышу дома профсоюзов, в котором находились полевой госпиталь, кухня, столовая и помещение для отдыха участников акций протеста. Там же был главный штаб национального сопротивления и пресс-центр. По свидетельствам очевидцев, спецназовцы спустились на восьмой этаж и, заблокировав несколько человек на девятом, подожгли здание. Пожарным удалось освободить людей из огня, но сам пожар потушить так и не смогли. В госпиталь спешно перенесли на территорию Михайловского монастыря, что в полукилометре от Майдана. Вы знаете, когда в Дом профсоюзов нам доставили тело без тестобиения, дыхания не было, потому что фактическая часть грудной клетки была разорвана, ребра торчали. Никакая светошумовая граната не разорвет грудную клетку. По словам хирурга, милицейские резиновые пули – это миф. На самом деле силовики закладывают в патрон мелкие камни. От подобных зарядов и гранат погибли более 30 человек. А к слезоточивому газу здесь уже привыкли – спасаются молоком, который девушки раздают бесплатно. Добровольные пожертвования деньгами, едой и медикаментами постоянно поступают в Михайловский монастырь. С харчами все хорошо, половину успели спасти. Продержимся, лишь бы люди подтягивались. Активисты Майдана уверены, что настолько далеко продвинуться милиции и внутренним войскам вчера удалось только потому, что многие протестанты разъехались по домам. После того, как под контроль были взяты несколько областных центров на западе страны, на Майдане увеличивается количество бойцов. Были группы и больше ста человек. Одних даже спутали с тетушками. Они по прорезной проходили. То есть Западная Украина присоединяется. Я даже слышал, что там воинские части разоружили. Я думаю, что если эти собаки попробуют сунуться, то их будут встречать по-другому. После того, как в центре Киева пролилась кровь, о мирном протесте говорят только оппозиционные политики. Протестующие полны ярости и готовы воевать. Большая часть подходов и подъездов к Майдану независимости остаются свободными для людей. Сотрудники ГАИ пытаются задерживать машины с провизией и покрышками, которые жгут на баррикадах.